Теперь про охоту. Ну что ты будешь делать с этой галькой, бегать за антилопой с ней? Ну уж, наверное, ежата наши предки могли поймать. Сами понимаете, никакой фильм про древних людей, никакое литературное произведение, никакая картина не обойдется без сюжета охоты, причем, конечно, на мамонта. Кого же еще? И обычно мы видим, как древние люди с копьями, с дубинами загоняют бедного мамонта в какую-нибудь выкопанную огромную яму, он туда падает, они его там сверху лупят камнями. В другом варианте они убегают от этого мамонта, он обязательно кого-нибудь живописно топчет, они ему там в брюхо втыкают копье. Еще писали, что, может быть, они загоняли мамонта в какую-нибудь естественную ловушку, в болото, например, там забивали его. Загонная охота – это классика. Вообще, сама тема охоты древних людей в течение многих десятилетий была предметом дискуссий. А как вы докажете, что они охотились? То есть кто-то мне скажет, что если мы находим у них там какие-нибудь объедки в виде костей животных, то вот доказательства. А вам ответят, а может быть, это падаль. То есть как умерло это животное, мы не знаем, убили они его или нашли уже дохло. Прежде всего, для самых древних людей, тут я говорю, конечно, не про неандертальцев, а про каких-нибудь хомохабелисов там. Ну и до сих пор многие авторы пишут, что охотиться они не могли, просто у них не было для этого подходящих орудий. Потому что все, чем они располагали, это вот эти расколотые гальки. Ну и что ты будешь делать с этой галькой, бегать за антилопой с ней? Соответственно, предполагалось, что они ждали, пока какой-нибудь хищник сделает эту работу за них, а потом, может быть, прогоняли хищника и забирали себе часть мяса. И на самом деле некоторые африканские племена, и вы можете на ютубе найти даже такие ролики, поступают таким образом, им лень охотиться, они ждут, пока лев или кто-нибудь другой загрызет антилопу, выходят с палками, прогоняют этого хищника и забирают добычу себе. Когда стали активно исследовать вот эти кости, оставшиеся на стоянках древних людей, то там появились свидетельства, что, видимо, не всегда они занимались падальничеством, как минимум иногда они и охотились. То есть там найдены, например, кости животных со следами орудий, а следов зубов хищников на этих костях нет. Или следы зубов хищников или падальщиков идут уже поверх следов от орудий. То есть сначала это животное добыл человек, а потом уже то, что осталось, грызли какие-нибудь гиены. Ну и к тому же там находят кости небольших животных типа ежей. Ну уж, наверное, ежата наши предки могли поймать. Тем более современные шимпанзе, как мы знаем, сейчас успешно охотятся на обезьянок, например, на мелких, и некоторых жрут так активно, что, допустим, красных колобусов вообще практически всех в некоторых областях Африки сожрали. Фактически шимпанзе – это единственный вид, кроме человека, который приводит к исчезновению других видов благодаря хищничеству. Поэтому древние люди, видимо, с самых ранних этапов своей эволюции, как минимум иногда охотились. Вот что касается охоты на крупных животных, то тоже велись споры. То есть все-таки, даже если у древних людей были там и копья, смекалка, представляете, что такое мамонт? И часто говорили, что они действительно вот тоже находили каких-нибудь, может, этих дохлых мамонтов. И, по крайней мере, вот эти свалки мамонтовых костей, которые иногда находили вблизи стоянок тех же неандертальцев, спорили – это объедки, а может, это остатки мамонтового кладбища, где они умерли своей смертью. Но на самом деле в некоторых случаях, где найдено скопление костей мамонтов, и там вот прямо изучая вот эти кости, их состав, пол и возраст этих животных пришли к выводу, что на кладбище это не похоже. То есть там мало старых животных, там взрослые и молодые. И, во-вторых, эти кости, на них мало следов зубов животных, и как минимум в паре случаев там есть следы вроде от ударов, проникающих острым предметом. То есть, видимо, все-таки они на мамонтов охотились. Но как они охотились? Представления о ловчих ямах, которые рыли древние люди, сейчас уже устарели. Только что у нас на форуме «Ученые против мифов» выступал археолог Артур Чубур, и он вот как раз говорил о том, что как древний человек мог выкопать такую яму, тем более в вечной мерзлоте. Представьте себе, у них лопат не было. Да лопатой даже не выкопать яму, чтобы в нее мог свалиться мамонт. Поэтому это выглядит малоправдоподобным. Когда говорят, что мамонта загоняли в болото, возникает вопрос, а что мамонту делать в болоте? Мамонты в болото не лазили. Это раз. Во-вторых, приводился пример современных пигмеев. Потому что пигмеи в Центральной Африке – это очень успешные, ну, до недавнего времени, по крайней мере, были охотники на слонов. Пигмеев спрашивали, а чего вы так извращаетесь там с копьем? Почему бы вам не загнать этого слона в болото? На что пигмей говорил, загнать-то мы его загоним. А как его оттуда вытащить? Это раз. Во-вторых, на самом деле у слона очень большая площадь опоры. Человек первый провалится в болото там, где слон пройдет. Поэтому, скорее всего, предполагают, что это все-таки был честный поединок, где охотник нападал на мамонта. Ну, может быть, на ослабленного, может, на молодого, с копьем. Именно так охотятся и пигмеи. Представьте себе, что такое пигмей. Неандертальцы-то были помощнее, кроманьонцы были побольше и покрупнее. И пигмеи прекрасно справлялись вдвоем или даже в одиночку. Они выходили на слона. Главное – знать, куда ударить копьем, а потом быстро убегать. Ну, и, наоборот, бежать за слоном и ждать, пока он истечет кровью. А потом звать свое племя и устраивать пир. Вероятно, так же охотились и древние люди. По крайней мере, археология нам говорит, что во многих случаях у тех же неандертальцев крупные млекопитающие – мамонты, носороги, быки – составляли главный источник пищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok